Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами изучение книги-притчи Соломона на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 12 главу. Кто любит наставления, тот любит знания, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен. Такие наставления дает премудрый Соломон. Он говорит, кто любит наставления, тот любит знания. А кто ненавидит обличение, тот невежда. Кто такой невежда? Невежда – это человек, не сведущий в книгах Божественного Откровения. Невежда – это не просто человек, который не умеет правильно сидеть или правильно себя вести. Священное Писание дает четкое определение по поводу этого слова. То есть человек, который, не сведущий в Священном Писаниях, он ненавидит обличение. Потому что всякое обличение он считает некой формой унижения. Мы уже говорили об этом с вами, когда рассматривали другие главы, что и обличение, что обличать человеку и христианину необходимо только тогда, когда действительно ты хочешь исправить человека или помочь ему. Лучшее обличение – это обличение своей жизнью. Поэтому бывает иногда, что колки и слова, они наоборот, наоборот, человека вводят в состояние уныния, в состояние еще большего раздражения. Поэтому здесь премудрый Соломон так и говорит, кто любит наставления, тот любит знания. Но человек, не знающий Священного Писания, нужно быть осторожным в обличении по отношению к такому человеку. Как сказано в других притчах премудрого Соломона, что тот, кто обличит мудрого, приобретет себе друга, а кто обличит глупого, наживет себе врага, то есть невежда. Поэтому, снова и снова скажу, всегда надо быть осторожным и самим нам в том же мере, почему мы обличаем, каково намерение нашего обличения – исправить из-за любви к человеку, либо просто выказать свое раздражение и недовольство, что он живет не так, как хотелось бы нам. Видим, что, да, не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен. Действительно, многие люди стараются утвердить себя здесь, в этой жизни, беззаконными правилами. Но премудрый Соломон говорит, что человек такой будет строить свой дом, если уже перейти к словам Господа и Спасителя Иисуса Христа на песке. Подуют ветры, пойдет дождь, и дом беззаконного не устоит. И мы читаем четвертый стих. Добродетельная жена, венец для мужа своего, а позорная, как гниль в кости его. Действительно, здесь премудрый Соломон, как мы видим, очень много внимания уделяет именно жене, то есть женщине. Потому как, ну, надо так сказать, что очень многое зависит от женщины внутри семейной жизни. И вот эта философия равноправия, философия идеология равенства, свободы равенства и братства, но настолько, в общем-то, исказила образ женщины и замутила, скажем так, голову, скружила многим вольнодумцам, что, последовав этому тезису, люди просто сами на себя навлекли множество и множество бед и несчастья, и нестроений. Свидетель Николай Сербский пишет по этому поводу об отношениях в браке и о семейной жизни. Цитата достаточно пространная, но, на мой взгляд, очень полезная. Итак, пишет свидетель Николай, «Должный порядок отношений между мужем и женой описывается в Священном Писании, в частности, у апостола Павла, 1 Коринфянам, 7 глава, 3-4 стих. «Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу, жена не властна над своим телом, но муж, равна и муж, не власти над своим телом, но жена». «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к церкви. Так каждый из вас, да, любит жену, как самого себя. А жена, да, боится, то есть относится с почтением и уважением к мужу своему». Так, это послание к Ефесиным, которое цитирует свидетель Николай Сербский, 5 глава, 22-25 стих, 28 глава, 32, 32 и 33. Мы видим, что апостол Павел здесь проводит параллель. Любовь и отношения мужу и жены. И их, скажем так, семейная жизнь. Он говорит о том, что жена должна любить мужа, как жена должна почитать мужа, как и церковь чтит Христа. Но муж должен любить. И сказано, муж яд, да, любит жен своих. И говорится, как? Как Христос возлюбил церковь свою. А как Христос возлюбил церковь? Он отдал жизнь свою за церковь. Утверждением на тебя надеющимся, утверди, Господи, церковь, южестяжалась и святые твоей кровью. И Господь, чтобы здесь создать церковь на земле, а церковь — это люди, собранные во имя Христа, самим Христом, отдает свою жизнь. Претерпевает мучения, воскрешает, воскресает. Вот как Христос любит. И такой образ дает мужу. Муж, люби свою жену так, как Христос. Готовый жизнь отдать за нее. Жена же, повинуйся мужу. Дальше. Продолжает свидетель Николай Сербский. Однако уже давно, с прошлых веков, в обществе все более устанавливается иная модель внутреннесемейных отношений, чем указано у апостола Павла. Подробнее об этом говорит святитель Лука еще и Крымский. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены. Что значит, говорит святитель Лука Крымский? Что значит, что жена должна быть в любовном, тихом, свободном подчинении мужу. Когда мы говорим о подчинении, тот час люди гордые, и в особенности гордые женщины, воспламеняются негодованием. Они не хотят слышать даже о повиновении в любви, требуют полного равенства между мужем и женой. Но, продолжает святитель Лука Крымский, но у женщины, соответственно, глубочайшим особенностями ее телесной организации, есть великое назначение, которого нет у мужчины. «Деторождение» и, следовательно, воспитание детей. Ибо нельзя родить дитя и бросить его. На родителях и прежде всего на матери лежит святейшая обязанность вырастить ребенка и дать ему воспитание. Все великое, вечное, святое всегда должно становиться во главу угла. Поэтому необходимо, чтобы в жизни женщины эта важнейшая задача занимала первое место. К сожалению, продолжает святитель Лука Крымский, «К сожалению, в результате установления полного равенства женщин с мужчинами во всех областях физического и умственного труда воспитание детей в семье находится в плачевном состоянии». Это он еще говорил тогда. Я бы сейчас сказал «в катастрофическом состоянии». Если раньше говорили, вот совсем недавно, что папа — это телевизор, а мама — улица, то сегодня уже трудно сказать. Сегодня и папа, и мама — это интернет и гаджеты. Я вот так как-то говорил, что едешь в метро, вот сегодня добирался, ну просто уткнутый. Ну ладно бы читали книги. Я по своему любопытству, ну может и греховно это, заглянул к одному в гаджеты, а потихоньку к другому — игры. Шарики какие-то катают, какие-то там зайчики прыгают, у другого там война целая идет, он там идет, всех стреляет с наушниками, и он не видит никого по сторонам. Это страшное состояние человеческого духа. И далее свидетель Лука пишет так. «Кто же воспитывает детей в таких семьях, то есть где воспитание детей в семье находится в плачевном состоянии, кто воспитывает детей в таких семьях, где и отец, и мать занимают важные общественные должности, с утра до ночи на работе, и не имеют ни времени, ни сил, ни возможности заниматься детьми? Кто воспитывает? В огромном большинстве случаев, говорит, никто. А такая семья, в которой некому заниматься воспитанием детей, не составляет единого, неразрывного, духовного целого, отчего не может быть благополучия ни в обществе, ни в государстве». «Неблагополучно в семье, если женщина берет на себя роль мужчины, отказываясь от тех святых семейных обязанностей, к которым предназначил ее сам Бог». Конец цитаты. Да, действительно, свидетель Лука Крымский уже тогда, врач и хирург, уже тогда видел эти настроения. Что говорить уже о сегодняшнем времени? Кто занимается воспитанием наших детей? С кем дружат наши дети? Что они смотрят? В какие игры они играют? И стоит ли вообще им позволять играть в эти игры? Стоит обратить внимание родителям. В особенности здесь той, на которую, как сказано, и отец, и мать, конечно, но женщина больше проводит мать, больше проводит время с детьми, больше проводит времени, воспитывая их, девая, заботясь о них всячески, нежели отец. Поэтому на обоих есть обязанность, но, как говорит свидетель Лука Крымский, что здесь роль мужчины, если женщина берет на себя роль мужчины, отказываясь от тех святых семейных обязанностей, которым предназначил ее сам Бог. И мы читаем далее. Пятый стих. Промышление праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство. Замыслы нечестивых – коварство. Что такое коварный человек? Ава Исаия пишет по этому поводу следующее. «Обычное коварство демонов – возбуждать человека к тому, чего совершить не может, дабы впал он в руки их, и они возрадовались о нем». И далее продолжает. «Хотя демоны и насеивают в душах наших семена зла, однако, не могут привести онны в исполнение самым делом, когда мы сего не хотим». Конец цитаты. То есть, мы часто встречаем сегодня такое выражение. Зачем ты это сделал? Да, бес попутал. «Нет», – говорит Ава Исаия. «Бес никогда не попутает», – говорит, «если мы сами не захотим этого». Так и говорит. Так и говорит. «Хотя демоны и насеивают в душах наших семена зла, однако, не могут привести онны в исполнение самым делом, когда мы сего не хотим». Поэтому никакое коварство, если мы этого не захотим, если мы его не взлелеем в своей душе, а отвергнем постом и молитвой, и во Христос говорит, что род сей изгоняется постом и молитвой, то никакой демон нас попутать не сможет. Далее читаем. «Речь нечестивых – засада для пролития крови. Уста же праведных спасают их. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Коснись нечестивых нечестия, и нет их, а дом праведных стоит». Здесь можно вспомнить и книгу «Исход», когда ангел смерти проходил дома детей, где жили дети народа израильского, и не касался их, а где жили нечестивые, то коснулся их. Потому что там у нечестивых не был дом построен на камне, не было креста, который сделали израильтяне на косяках дверей своих. Поэтому ангел смерти их коснулся, и дом их не устоял. Кто виноват в этом? Те сами, кто не слышит голос Божий. Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Есть просто такие притчи, где истолковывать, в общем-то, ничего и не надо. Так и сказано. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Праведный печется и о жизни скота своего, сердца же нечестивых жестоко. В церковнославянском переводе сказано так. Блажен, кто и скота милует. Действительно. Мы вспомним с вами, можем вспомнить и просто сказки. Вот сказка о царевне лягушке. Помним, как Иван-царевич в своем нетерпении, дожидаясь, не дождавшись, когда то, что ему говорила царевна, сжег эту шкуру, но когда он идет для того, чтобы найти свою красавицу, то он милует кого? Различных зверей. Медведь ему там попадается навстречу, потом попадается селезень, он его не убивает, зайчиха с зайчатами, и он ее жалеет. Пожалей меня, я тебе послужу в свое время. И дети все знают эти сказки. И мы знаем, что он миловал скота. Как сказано, праведный печется о жизни скота. Он миловал, и эти люди, как мы знаем, эти животные, как мы знаем, они потом, впоследствии, оказали ему помощь. Есть еще удивительный рассказ в таком произведении Николая Семеновича Лескова «Как зверь». Николай Семенович Лесков это удивительный русский писатель. Некоторые идеологи коммунизма старались его сравнить вот с Львовом Толстым, но это, я бы сказал, что это сравнение неуместно. Если Лев Толстой открыто выступал против церкви, он в Священный Синод написал целую петицию, что я отрекаюсь и от Христа, и от Богородицы, и от церкви, то Николай Лесков скорее высмеивал, конечно, какие-то церковные недостатки, но никогда не был против церкви. Он высмеивал, скорее, невежество и ханженство внутри церковной. Он был очень хорошо знаком с церковной системой, но никогда не был против церкви. Это разные понятия. Грех человека в церкви это никогда не есть грех церкви. Так вот будет правильно, да. А это грех против церкви. Поэтому, когда есть грех против церкви, Отрицание церкви, то это да, это отступление. Но когда если человек видит какие-то недостатки и говорит о них, что делал лесков, ну, в общем, кому-то, может быть, это было и на пользу. Вот у него есть такой удивительный рассказ, святочный рассказ, называется «Зверь». Он повествует о помещике-живодере, который был страстным любителем псовой охоты. Для своих забав он заводил медвежат, выращивал их, а потом выпускал в свои угодья, чтобы тут же с собаками на них поохотиться. Ни один медведь не уходил от охотников. Смотреть за медвежатами был приставлен крепостной ферапонт, которого звали по-простому в простонародье, там, в рассказе «Храпошка». И однажды ферапонт особенно подружился с медвежонком по имени Сгонорель, который был чрезвычайно умен и доброжелательный. И когда тот вырос, пришло время поохотиться и на него, тем более по своей там звериной натуре. Он там притоптал нечаянно одного гусенка, там, лошаденку. Ну, зверь есть зверь, хотя он был очень такого доброго нрава, такой, как бы сегодня сказали, циркового характера. Часто надевал в себя шляпу, приплясывал там под гармошку. И вот ферапонт с ним очень подружился, они ходили по улице иногда в обнимку, все этим потешались. Ну, когда он вот что-то по своей такой медвежести, и вот, в общем-то, животное есть животное, что-то там нашкодил, то этот дядя, вот, который живодер, он, в общем-то, сказал, что его надо пристрелить. Но прежде чем эта охота и забава начиналась, там собирались все люди, два человека садились в засаде, и вот один из них, он говорит, что должен быть ферапонт. То есть он все время хотел сделать какую-то такую гадость, пусть человек, который любит, вот он его и убьет, и он от этого получал такой склад человеческого характера, получал от этого удовольствие. Сначала этого зверя посадили в яму, он неохотно туда залазил, потом его из этой ямы вызволяли, он несколько дней там сидел, что вызволить никто не мог, туда бревно уже подложили, даже и солому начали кидать дымом, но с гоноррель не вылазил оттуда, и тогда позвали ферапонта, ферапонт туда спустился, и потихоньку выходя оттуда по бревну из ямы, за ним шел и медведь, все говорили, ну, наконец-то, теперь вот скоро его сейчас ловко подстрелят, и когда он вышел, медведь, у него был такой, конечно, не совсем радостный вид, потому что он уже был с обожженным боком, туда бросали солому, чтобы, как я уже сказал, вытравить его дымом, и здесь, когда он только вышел, он вдруг обнял ферапонта, откуда-то шляпу эту вытащил, одел на голову, люди так посмотрели, кто-то так улыбнулся, засмеялся, все знают, что сейчас его нужно убить, и вот он так шуточно в обнимку шел опять со своим другом, и вдруг тот второй стрелок, он уже выстрелил, должен был выстрелить, потому что видел, что лес близко, и он может убежать, но не попал в медведя, а попал немножко за дел ферапонта, и здесь медведь рванул и убежал в лес. Первый раз такое было, никогда от этого дяди-живодера не убегал ни один зверь, и тогда под Рождество собралось множество гостей, он решил наказать ферапонта за то, что он упустил зверя, потому что при нем был охотничий нож, и он мог его, в общем-то, заколоть в сердце, потому что было достаточно близко к нему, но он этого не сделал, и дядя посчитал, что он виноват в том, что упустил зверя, и не дал потешиться вдоволь убийством этого животного всех людей, которые там собрались. И вот все уже не знали, что делать, ферапонт должен быть наказан, вот пусть он там от царапины своей скоро оправится, и сколько там ему порки, устроить порку перед Рождеством. Но в этом селе жил один священник, он не был крестеречивым, но пришел, когда там дядя сидел в своем кресле, то он начал говорить о милосердии Христовом, о Христе рождающемся, о том, что людям необходимо творить добро, необходимо прощать друг друга. Но говорил таким тихим голосом, и многие гости смотрели, им казалось неубедительно совершенно его проповедь, но вдруг услышали, что что-то упало у дяди, упала его трость, с которой он ходил. Вдруг он как-то изменился в лице. И вот как об этом, я специально приходил в свою книгу, как об этом описывает сам Лесков. Вдруг что-то упало, это была дядина палка, ее ему подали, но до нее он не коснулся. Он сидел, склоняясь на бок, с ощущением, с опущенными у кресла рукою, в которой, как позабытая, лежала большая бирюза от застежки. Все глаза были устремлены на него. Происходило удивительное. Он плакал. Плакал, живодер. Священник тихо раздвинул детей, подойдя к дяде, молча благословил его рукой. Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поцеловал ее. Никогда он этого не делал. И тихо молвил спасибо. В ту же минуту он взглянул на жестена, это был один слуга, и велел позвать суда Ферапонта. Тот предстал, бледный, с подвязанной рукой. «Встань здесь», — верил ему дядя и показал рукой на ковер. Храпошка подошел и упал на колени. «Встань, поднимись», — сказал дядя. «Я тебя прощаю». Храпошка опять бросился ему в ноги. Ведом не поверил. Дядя заговорил нервным и взволнованным голосом. «Ты полюбил зверя, как не всякий умеет любить человека. Ты меня этим тронул и превзошел меня в великодушии. Объявляю тебе от меня милость, даю вольную и сто рублей на дорогу, иди куда хочешь». Вот так. Таким поступком, удивительным милосердием, к обычному зверю, блажен, кто из кота милует. Расставил сердце этого дяди-живодера, который в покаянии дает и свободу человеку, и милостью, и творит ему милость. Ну, как дальше продолжается история, Ферамфонт не ушел, захотел служить дяде, уже покаявивающейся верой и правдой. Поэтому так и сказано. Блажен, кто из кота милует. И мы читаем с вами далее. «Кто возделывает землю свою, тот будет насвящаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудаумен». Действительно, мы говорили эту мысль неоднократно. Встречается у премудрого Соломона. Он так и говорит, что «Ленивец, пойди в лес, посмотри, как труится муравей, и возьми пример от него». «Немножко полежишь», говорит, «немножко поспишь, и не заметишь, как придет твоя бедность». Далее 12 стих. «Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих». Как я уже сказал, уст своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Но праведник выйдет из беды. Вот интересно, что хотел бы, да, сделать себе пометку и поделиться с вами, что мы знаем, что Ветхий Завет переводился с «еврита». Есть греческий вариант этого перевода. «Нечестивый уловляется грехами уст своих». Вот в греческом переводе сказано так. «Через грех губ впадает в западню грешный, убегает же от них праведный». Такое вот уточнение. Далее, 14 стих. «От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его». То есть снова говорит о важности, чтобы и слово, и дело они не разнились. Сказал – сделал. «Путь глупого прямой в глазах его, но кто слушает совета, тот мудр». Очень важный такой совет, что путь глупого прямым кажется в глазах его. Как в другом месте пророк так и пишет, что в притчах Соломон так и скажет, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Действительно, самонадеянный человек. Думаю, что так и не иначе. Но кто слушает совета, тот мудр. Премудрый Соломон в этой притче предостерегает нас от самонадеянности. Вот что по этому поводу пишет преподобный Никодим Святогорец. Цитата. «Береги себя самого, как злейшего, какого врага своего, и не следуй воле своей, ни уму своему, ни своему вкусу и чувству, если не хочешь потеряться». Какие удивительные слова. «Не следуй», – говорит, – «своему чувству, не следуй своей воле, не следуй своему уму». Потому что апостол Павел так и пишет, «Вас должен быть ум Христов». Апостол Павел так и пишет, «Вас должен быть ум Христов». В другом послании он говорит, «Чувства ваши должны быть навыком научены для развлечения добра и зла». А молитва «Отче наш», снова-снова повторяю, «Да будет воля твоя, як на невесенней земли». Поэтому так и пишет преподобный Никодим Святогорец, «Береги себя самого, как злейшего, какого врага своего, и не следуй воле своей, ни уму своему, ни своему вкусу и чувству, если не хочешь потеряться». И продолжает. «Потому держи всегда на готове оружие против себя самого, и когда хотение твое склонится на что-нибудь, хотя бы святое, положи его одно, обнаженное от всего стороннего перед Богом твоим с глубочайшим смирением, умоляя его, да будет в этом его, а не твоя воля. И сделай это с искренним, сердечным преданием себя в волю Божию, без всякой примеси самолюбия, зная, что сам в себе ты ничего не имеешь, и сам по себе ничего сделать не можешь в деле своего спасения». Конец цитаты. «Сам говорит, ничего ты не имеешь, и сделать ничего не можешь». Это ответ всем тем, кто сегодня привык уже к этому модному слову. «Самодостаточный человек». Не может быть человек самодостаточным. Все в жизни человека зависит от Бога. Бог всячески хочет исправить человека, направить на пути покаяния, на пути спасения. Но человек упорствует. Упорство — это состояние, состояние, в общем-то, помрачения ума. Ошибаться может каждый, но зачем же упорствовать? Другой, например, подвижник благочестия, преподобный Иоанн Лесничник, известный его лесвец, он пишет так, цитата. «Прельстились те, которые, возложив упование на самих себя, сочли, что не имеют нужды ни в каком пути водители». Конец цитаты. «Прельстились». «Лесть». Вот очень удивительные его слова. «Прельстились, говорят, те, кто возложили упование на самих себя, но свое частное мнение». «Прелести», — говорит, — те люди находятся, потому что не нуждаются в путеводителе. Преподобный Исихий Иерусалимский пишет, «Да не надеемся на самих себя, ибо Писание говорит, что, надеясь на себя самого, падет падением ужасным». Конец цитаты. Что тут можно еще добавить? Шестнадцатый стих. «У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление». Благоразумие. Действительно, глупый не сдерживает язык свой. Он сразу выказывает свой гнев. О благоразумии пишет святитель Иоанн Златоуст. Цитата. «Всем людям нужно благоразумие, но особенно облеченным почестями». Да, здесь великий соблазн самодурства, скажем так. «Так пишет, всем людям нужно благоразумие, но особенно облеченным почестями и властью, чтобы, увлекаясь бременем власти, как бы каким стремлением беспорядочных вод не свергнуться в пропасть». Конец статы. Действительно, вспоминается невольно молитва Ефрема Сирина. «Господи, Владыка, живота мою, дух праздности, унынили, любоначалии, празднословия не дожми». Далее, 17 стих. «Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного обман. Грех лжесвидетельства — это тот самый грех, которым был осужден Господь наш Иисус Христос». Ложное свидетельство. «Иной», далее, «пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Действительно, словом можно это оружие, словом можно убить человека, словом можно воскресить. 19 стих. «Усты правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение». Коварство в сердце злоумышленников говорит, а радость у миротворцев. Блаженны миротворцы, как сказано в Нагорной проповеди, ибо они сынами Божьими нарекутся. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. «Мерзость перед Господом». Здесь продолжается та же тема о лжесвидетельствовании. «Мерзость перед Господом у льста лживые, а говорящие истину благоугодны ему». «Человек рассудительный скрывает знания, а сердце глупых высказывает глупость». Снова вот эта метафора, о которой я уже говорил. «Не говори всегда, что знаешь, а знай всегда, что говоришь». «Рука прилежных будет господствовать, а ленивая под данью». То есть ленивый человек всегда будет занимать, всегда будет должником, поэтому сказано, что рука прилежных будет господствовать, а ленивая под данью. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». Действительно, тоска на сердце человека подавляет его. Где мы можем найти доброе слово? В божественном откровении. Сказано, слово Божие освящает человека. Слово Божие дает человеку утешение. Поэтому если у человека тоска, люди сегодня говорят, ходят и говорят, «Ой, тоска зеленая». Ну, конечно, если они будут листать программы телевизора и там щелкать гаджет с одной, воспринимать только баннеры, уже века рекламы, люди не способны становиться читать и слушать больше там пяти минут, конечно же, будет тоска, и она будет господствовать. Но слово развеселит человека. «Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение». Действительно, есть пути, и, как я уже и сказал, которые человеку, как говорит об этом премудрый Соломон, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И снова премудрый Соломон возвращается к теме, ленивый не жарит, говорит, своей дичи, а имущество человека прилежно и многоценно. Что значит, ленивый не жарит своей дичи? То есть, говорит, настолько человек обленился, что и себе уже приготовит даже еду, чтобы поесть не хочет. Ну, это, в общем-то, сегодня очень созвучно современному человечеству. Все так по-быстрому, полуфабрикаты, вкусенный скор, раса готова. «Ленивый дичи своя не жарит, а усердный приобретает дорогое добро», с греческого звучит, «на пути праведности жизнь, ходя ее тропами, смерти не встретишь». Такой, другой перевод. И 28-й стих. «На пути правды жизнь, а анестезе ее нет смерти». Греческий перевод звучит так. «На путях правосудия жизнь, путь злоупомянутых смерти». «На пути правосудия жизнь, путь злоупомянутых смерти». Вот что пишет святитель Игнатий Брянчанинов по этому поводу, цитата, «по метазлобе». То есть здесь говорится о человеке, который долго помнит зло, «по метазлобе». «По метазлобе», пишет святитель Игнатий, «основывается на гордости». Везде это мать. Гордость. Гордость продолжает. «Таится даже в освященных благодатью избранниках Божьих». В некой степени все мы призваны служить Богу, это в той или иной степени о нас. Так и говорит. Гордость таится даже в освященных благодатью избранниках Божьих. Необходимо и для них бдеть против этого внутреннего яда и против порождаемого им убийства души «по метазлобием». Конец цитаты. То есть святитель Игнатий говорит, что «по метазлобе» — это убийство для души. Что такое душа? Ум, чувство и воля. «Хочешь, человек, погубить свой ум?» «Помни зло». «Хочешь, погубить свои чувства?» «Будь по метазлобным». «Хочешь, погубить свою волю, свою жизнь?» «Не прощай людям. Помни». А метазлобия в той или иной мере но всегда приводит к чему? Правильно. Приводит к отмщению. Месть. Если человек помнит зло. Поэтому святитель Игнатий так и предупреждает. Необходимо для них бдеть против этого внутреннего яда. Внутренним ядом. Некое такое, как раковые опухоли. Называет это состояние. И мы читаем, читая последний стих до 28-й, можно сделать такое общее заключение этой главы. Путь правды ведет к истинной жизни и бессмертию. А путь нечестивый – погибель.